здравствуйте друзья добрый вечер у нас сегодня на дорожку будет интересный разговор о тенденциях на рынке труда в кремниевой долине конкретно и все это в контексте тех как бы не совершен незавершенных пока но как бы намечаемых реформ в иммиграционной политике и как бы в том месте где иммиграционная политика сталкивается сопрягается с политикой по поводу разрешение на работу вот эта часть значит давайте я немножко издалека начну как бы политика новой администрации состояла в том идея как бы да идея которая сильно рекламировалась и которая в целом достаточно популярная в общем-то идея когда мы говорим что надо будут рабочие места надо бы чтобы люди больше зарабатывали когда вот мы видим вот этот раз был вот это вот где там производство оттуда уходит а работа вроде есть но копеечная и вот вот это те люди которые голосовали за республиканцев в этом году хотя традиционно голосовали за демократов вот есть несколько мест где вот это остро стоит вопрос ну и в целом по стране тоже почему же почему же нет но речь идет о том что можно двумя путями как бы приближаться к этой затее первый путь состоит в том чтобы проводить экономические реформы и это то что вело вверх бирже после избрания трампа надежда на то что сейчас резко понизят корпоративный налог с 35 процентов но трамп говорил про 15 республиканцы там партейцы говорили что может быть 25 но все равно это очень серьезно даже 25 речь шла о том чтобы там пусть не сильно но и граждан тоже немножко снизу вот и да потом решила о большом вливании денег там чуть ли не триллионным в перестройку там инфраструктуру хайвеев там вокзалов аэропортов тоннелей и мостов и безусловно такое вливание денег это как бы там сразу много и прибыли много для предприятий и рабочих мест много создается причем это строительстве таком серьезном это профсоюзные рабочие места там платят хорошо бенефиты хорошие ну то есть как-то экономисты многие говорят что если бы вот этим путем пойти то может быть на ближайшие 10 лет это обеспечило бы такое очень хорошее подъемное бодрое состояние экономики вместо вот такого скажем так вял текущего после последнего кризиса вот там 2000 там восьмого года но как бы есть такой путь тоже значит есть другой путь другой путь состоит в том чтобы лишить возможности работать тех людей которые есть стране где-то это нелегальные мигранты хотя нелегалы обычно не конкурируют с местными жителями но во всяком случае как лозунг такой выборный предвыборный послевыборный это звучит сильно вот выгнать из страны тех кто отбирает нашу работу там на полях там не знаю и мясо комбинатах там что касается нас особенно кремниевой долины значит есть проект указа президентского который ожидалось что вообще там он уже не знаю там дней десять назад будет введен в действие но в связи с этими делами иммиграционными беженскими скандалом который разразился и так далее видимо с этим связано я не знаю с чем но не 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 вошел в силу этот декрет пока но было видимо организованная утечка есть полный текст его обсуждают и тенденция да в этом тексте написано так что забрать разрешение на работу у тех кто супруги те кто по визе эль да то есть вот сегодня 4 ты приехал по визе эль как как бы внутри корпоративный перевод там и так далее или там по бизнесу то супруг супруги могут работать значит забрать забрать у девочек которые жены ребят по h1b в основном это девочки значит забрать у них право на работу до тех пор пока не получит green card и вот это нас очень сильно здесь ударяет в кремниевой долине почему потому что здесь очень много людей на h1b соответственно очень много девочек на h4 и они там иногда за год иногда за пару лет до получения green card и уже имели право на работу это относительно относительно новая фишка насколько я понимаю обама это сделал и в общем не то чтобы вот те работы что они значит выполняют каким-то образом у кого-то они отняли я по я пока этого не вижу но вот даже не знаю ческать хотя какое-то время назад когда вот массово это все стало происходить у нас из индии люди стали просто всюду они могут быть старбаксе они могут быть в банке они могут быть там химчистки прачечные там ну и конечно технологические работы и тогда раньше там не было вот и вдруг так массово массово люди там стали эти работы но если вы посмотрим на рынок технологических работ айтишный то вот эти девочки на h4 с разрешением на работу составляют очень заметный очень существенный процент той рабочей силы которая сегодня есть на рынке вот именно у нас тут где очень много народу из индии ну и не только из индии в целом по рабочим визам то есть это очень заметная такая часть рынка я могу сказать что у нас в школе тоже ну сколько это их есть я не могу сказать что половина там или даже 25 процентов но есть но может быть 10 процентов есть стало происходить вот что значит я это наблюдаю последние две недели и почти каждый день я разговариваю с кем-то на эту тему из наших студентов которые ищут работу это и русские и из индии девочки и происходит вот какая история значит человек пишет в резюме но мы ему пишем в резюме мы так традиционно пишем там имплоймент и уэс имплоймент по сарайс то есть разрешение на работу и что-то не очень звонят как-то я буду хорошо давай заменим на green card holder то есть есть green card количество звонков удваивается на следующий день то есть это сказала несколько человек с которыми попробовали вот что происходит значит упоминание того что у тебя есть грин карта удваивает количество звонков в основном звонят рекрутеры потому что мы развешиваем резюме на дайсе на монстре там на карьер билдере там еще есть места и там много рекрутеров вот они звонят звонков двое больше теперь там девочка одна вот из индии как раз у нее вот эта ситуация я буду напиши никто не звонит я говорю там перестали звонить я буду напиши green card holder я написала к этого до того как пришла с тобой поговорить значит я где-то она написала но дальше звонят и говорят пришли грин карту сосканируй за маш номер пришли то есть менеджеры и говорят рекрутеры прежде чем нам человека прислать ты должен убедиться что у него есть green card мы не хотим разговаривать с людьми у которых green card и нет и еще раз это очень массово тут кремниевой долине что нет но нет green card а есть временное разрешение на работу из-за того что менеджеры и рекрутеры так слепо говорят покажи green card покажи что есть green card или гражданство покажи что есть получается такая история что под эту гребенку страдают те люди у которых разрешение на работу есть и оно не связано вот с тем что хотят отнять например у тех кто в подаче на политическое убежище никто разрешение на работу отнимать не собирался нет такого вот не не слухом не духом не нигде не ни словом не мыслью никто у них собирать отбирать ничего не собирался но как бы получается что поскольку тенденция новая и люди ну как бы вот менеджеры да не привыкли еще с этим иметь дело и они боятся что сейчас вот человека возьмешь а потом бахчать в любой момент да мы же мы же висим состоянии подвешенности такой у нас подвешенность это сейчас закон жизни поэтому если есть риск того чтобы сейчас там наберем три человека значит через месяц скажет что двоих надо уволить как работать в таких условиях вот они уже нет не вникая там дальше в тонкости они говорят green card и нет не присылайте и мы сейчас это очень сильно видим то есть именно в кремниевой долине это происходит я не слышу подобных новостей от ребят которые ищут работу по всей стране то что у нас еще вы знаете есть онлайновый класс и там ребята и в нью-йорке и в никага и там в флориде и в сиэтле и в лос-анджелесе вот оттуда такого никто не говорит не слышал такого а у нас в общем то ну есть какое-то количество людей заметное количество людей которые в подаче на политику но еще не получили как бы опробовал дать они еще не получили статус беженца но уже политического убежища но они уже имеют разрешение на работу так вот если скажем там пару месяцев назад никто не разбирался какое у него разрешение на работу то сейчас разбираются у нас тут на уровне покажи green card еще до того как твое резюме отправить это не стопроцентно это не всюду но мы видим что пол половина рынка пропала да когда нам говорят что просто над просто запись что green карта есть удваивает количество значит звонков то соответственно вы понимаете что происходит но еще раз это явление такое как бы пока что мы его видим локально вот тут где действительно количество людей с разными временными разрешениями на работу очень-очень большое вот такая вот новостишка интересная я не хочу рассказывать разные частные случаи потому что как бы делать дело не в частных случаях а дело в тенденции так вот на уровне тенденции это абсолютно ощутимо вот уже прямо сегодня и уже в течение скажем двух недель это конечно расчищает немножко освобождает возможности создает для людей у которых есть green card да то есть если скажем на эту позицию будет два раза меньше людей например то соответственно может быть проще да потому что может оказаться что человек там без green card и но с какими-то там знаниями хорошими или там что-то я не знаю что сказать в общем такая вот пока идея такая информация ну если что там ваших краях происходит может быть случай какие-то интересные любопытные факты и так далее пишите вот мы мы посмотрим я я все жду когда я все жду когда произойдет переход вот от этого ну как бы сказать такого визгливого политиканство истерического все-таки произойдет переход к экономическим реформам пойти потому что если например экономика попрет попрет то нет проблемы там не с l1 там не с и h1b там не не с чем таким проблем то нет поэтому если ты собираешься экономику рвануть чего тебе отнимать вот у этих которых я не знаю тоже не безумно многое мне трудно это все объяснить и как бы самому себе трудно объяснить почему люди так делают но это часто бывает что как бы администрация новая приходит и занимается ничего не тем где должен был бы быть ее фокус также как скажем администрация обамы сфокусировалась там на обама керри на медицинской реформе вместо того чтобы заняться банками которые привели страну к кризису пойти финансовому дам я рассказывал про клинтона который вместо того чтобы там заниматься медицинской реформы как раз он занялся значит там легализации геев в армии и вот вот какой то такой даже я не знаю чего там с людьми такое происходит но в общем я бы я бы конечно хотел видеть экономические реформы направлены на оживление экономики они вот 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 так как сейчас при всем при том что экономика не дни дохлая она в очень приличном состоянии и я тут с одним дядькой беседовал как-то из великобритании лет там пять назад когда у нас кризис был такой ощутимый кризис и он говорит ты знаешь где то вот то что у вас сейчас ощутимый кризис это более активная экономика чем когда у нас она прилично говорила про великобританию поэтому не так все плохо то но если уже разгоняться так давайте разгоняться они вот вот этим вот заниматься очень ждем ждем что будет дальше а пока вот так счастливо